Через улицу строителей, бульвар доменщиков на Менделеева, вечерний променад для Риммы Владимировны и ее беты уже традиция. Однако встреча с полицейскими не входила в планы пенсионерки. У вас есть для себя с собой емкость для сбора экскрементов? Ой, нет, извиняюсь. Очень плохо. А вообще-то вы в курсе, что есть правила благоустройства города Череповца, и вот они регламентируют выбил домашних животных именно с емкостями для сбора экскрементов? Нет, ну я обычно пакетик совала, все и не сунула. Женщину вместе с четвероногим другом отвели в опорный пункт полиции. Уполномоченный по работе с населением вынужден составить акт о нарушении правил выгула собак. Римма Владимировна отпираться не стала, но призвала проверяющих обратить внимание на других владельцев собак. Надо вести побольше пропаганду, хотя бы писать, вот эти, пусть ЖО пишут на подъездах, может быть, почаще. У нас собака такая живет рядом в доме, так она больше человека, как говорится, ну, испражнения у нее, да. Вот никто же по следам не ходит и не собирает, и они не убирают. По вине хозяина среди людей в форме оказалась и малышка Джесси. Собачка пряталась за стульями, мужчина же держался вполне уверенно. О том, что нужно убирать экскременты за своими питомцем, не знал, а это уже улица коллективная. На этом пустыре Елена со своей собакой Дейзи гуляют каждый вечер, уверяют, без специальных пакетиков из дома ни ногой. Но в момент проверки никаких приспособлений у женщины при себе не оказалось. У вас на момент проверки еще должна быть емкость, достаточное количество, ведь никто не говорит, что она один раз у вас сделала, ей понадобится еще, и тогда, получается, вы нарушите. У нас уже были такие прецеденты. У Валентины Петровны пакетики для сбора экскрементов всегда при себе. По словам череповчанки, убирать за своим питомцем это нормально, однако привить такую культуру местным жителям очень сложно. Вот пакетик у меня есть, всегда с собой есть пакетик. Ну, обычный пакетик. И потом его куда? А мусорку выкидываем. А куда еще выкидываем мусорку? Бывает, домой носим, когда нет ничего. Часто во дворах можно встретить и крупных собак, гуляющих без поводков и намордников. Сейчас эта проблема особенно актуальна. Месяц назад в Заречи стафаршистский терьер напал на пекинеса на глазах у ребенка. Владелец бойцовского пса делался штрафом в 5000 рублей. Много споров возникает и по поводу вреда собачьих отходов. В нашем городе, ну, по крайней мере, на территории моего микрорайона, специальных площадок для выгула домашних животных нет. Но зато у меня есть две школы, больше десятка детских площадок. И вот видите, вот собака, когда она без поводка, она же по любой территории ходит и прочее. Я думаю, никому из жителей города не хотелось бы, чтобы его ребенок, выйдя на детскую площадку, допустим, или наступил, или взял в руки. Очень много говорилось о том, что они там не вредят окружающей среде. Это неправда, то есть они не переработаны, губят окружающую среду. По данным Управления административных отношений с начала года, за нарушение правил выгула собак к ответственности привлекли порядка 300 человек. Им выписали штраф от 300 до 3000 рублей. Рейды сотрудников мэрии и полицейских продолжатся. Татьяна Жданова, Сергей Павлов. Новости.